Здравствуйте! Появился в моем хозяйстве еще один помощник, можно сказать родственник гибридному мотовлоку, потому что и цвет у них одинаковый и движки одного производителя Вейма. Это так, шутка. Но если вы уже все подяли, что сегодня речь пойдет о щепорезе ARPAL 60BPM. Реализовать свою идею об завести щепорезом появилось, когда увидел на канале слепой сварщик, как Серега с легкостью перерабатывал ветки своим щепорезом. Спасибо тебе за идею! Зачем же мне нужен щепорез? Надеюсь вы понимаете, что при наличии сада, а он у меня не маленький, вот с этой стороны участка и с другой стороны участка тоже есть, из-за сада всегда нужен уход. Регулярная обрезка веток, а потом их утилизация. А веток получается всегда немало. За костры и сжигание веток огромные штрафы. Вывозить ветки дорого и накладно. А щепорез решит сразу, я думаю, несколько задач. Утилизация, экология, производство щепы, как оказалось довольно очень полезно для многих растений, но об этом чуть позже. И что интересно, что этот щепорез самый маленький в семействе ARPAL весом около 100 кг. С левой стороны щепореза под мощным металлическим чехлом находится маховик, довольно увесистый, который обеспечивает стабильность вращения режущего механизма. Вал вращается и установлен на самовыравнивающем подшипнике. Возможность щепореза во многом зависит от состояния древесины и его породы. Соответственно, если древесина влажная и мягкая, то можно переработать ветки диаметром до 60 мм. А если ветки сухие и твердые, то, соответственно, максимум 40 мм. Размер щепы должен быть от 5 до 50 мм. Ну а что на самом деле получится, посмотрим. С правой стороны под мощным защитным кожухом находится ременной привод для передачи крутящего момента движка Weyma 7 лошадиных сил, который уже давно проверен временем по надежности на вал режущего механизма. Передачное число здесь 1,6 мм. То есть диаметр шкива на двигателе 90 мм, а диаметр шкива на валу измельчающего механизма 150 мм. Ну, кстати, шкив здесь тоже такой довольно мощный, увесистый, наверное, играет дополнительную роль маховика. Ремень здесь установлен профиль B длиной 1000 мм. И что интересно, что на валу двигателя установлен шкив с фрикционным механизмом, который делает и плавный старт, и аварийную остановку ножей при повышенной загрузке ветками. Для перевозки по участку щепорез оборудованный пневмоколесами. Ну, перевозить на сильно большие расстояния, наверное, будет нелегко, потому что вес на ручках около 27 кг. Для загрузки веток имеется бункер, на котором уже оборудована еще аварийная остановка двигателя, который срабатывает при нажатии транспортировочного рычага вниз. И при следующем запуске двигателя кнопку уже нужно потянуть на себя, чтобы снова его завести. А сняв бункер, можно хорошо рассмотреть и режущий механизм, который состоит из вала и двух ножей, которые фиксируются при помощи трех болтов с внутренними шестигранниками, без возможности перемещения и регулировок. Длина рабочей части ножей 160 мм. А измельчение древесины происходит за счет вращения барабана с этими же ножами и одним контрножом, который имеет форму простой прямоугольной пластины, но по коже она хорошо обработана. Зазор между ножами и контрножом должен быть не более 1 мм. Этот зазор регулируется перемещая только лишь контрнож, ослабив болты крепления. Все четыре грани этого контрножа заточены и при износе любой из этой граней этот нож можно легко открутить, перевернуть, установить в другой грани. Для выброса щепы есть гусакообразный патрубок. При помощи козырька можно существенно регулировать направление выброса щепы и внутри этого же патрубка никаких дополнительных устройств нет. За счет того, что ножи с минимальным зазором вращаются внутри корпуса и за большие обороты, то воздушным потоком щепа легко подымается наверх. Корпус щепореза на первый взгляд изготовлен довольно с качественного толстого металла, неплохо окрашен порошковой краской, но для меня главное как он будет работать и наличие гарантии на 3 года. В комплекте поставки в коробке находятся инструкции по эксплуатации, свечной ключ с отверткой и фирменная воронка Вейме для заливки масла. И что еще порадовало, что в комплекте был 1 литр масла к двигателю, кстати полусинтетика. Я точно такой же фирмой использую масло на своих мотоблоках, никаких проблем нет, проверено временем. Перед первым запуском залил 600 мл масла в картер двигателя. Уровень масла практически должен быть на срезе резьбы, ну при условии, что щепорез установлен горизонтально. Еще один момент, если двигатель укомплектованный воздушным фильтром с масляной ванной, то в корпус по нижней метке заливаю то же самое моторное масло. А два поролона фильтрующих элементы разной плотности извлекаю, смачиваю в масле, потом отжимаю и устанавливаю на место. Ну а дальше уже все как обычно, заливаем бензин и произвожу откатку. Для теста подаю первую веточку и все работает как пожиратель веток. Ну для переработки у меня есть еще один прицеп сухих веток и один прицеп недавно спилинен, так что увидим разницу как оно будет работать, но об этом уже наверное покажу и расскажу в следующих видео. Более подробную информацию о щепарезе и его стоимость на данный момент можно уточнить по ссылочке, которая будет в описании к видео. А если будут вопросы, пишите в комментариях, нам все постараюсь ответить. Друзья, мира, здоровья, успехов! До свидания и до встречи на канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok